Ледяная мумия 45-летнего мужчины, жившего 4550 плюс минус 19 лет назад по прозвищу Эци, была найдена еще в 1991 году немецкими туристами на высоте 3210 метров в Эдстальских Альпах на границе Австрии и Италии, отсюда и австрийское имя. Тело мумии примечательное тем, что на ней было более шестидесяти татуировок, что делает её самой старой татуированной мумией. Хоть находка была сделана в прошлом веке, новые исследования инструментов проливают свет на жизнь и быт Эци в Меднокаменном веке, а также рассказывают о его последних днях жизни перед тем, как он был убит. Шесть артефактов, которые были найдены на месте гибели ледяного человека из трех разных мест в Южных Альпах. Наконечники для стрел были из долины Трентина в Южном Тироле в 40 километрах от предполагаемого места жительства сообщества Эци. Путешествие в те места пролегало через высокогорье. Предыдущие исследования показали, что ростом он был около 1 метра 60 сантиметров и весил около 50 килограмм. Татуировки были сделаны путём втирания сажи в порезы, возможно, в качестве лечения от остеоартроза. Волосы были тёмно-каштановые, как и глаза, носил бороду и был одет в соответствии с климатом Альп. Обувь была из разных видов кожи, ремень и поясная сумка из телячьей кожи. Также был одет в козьи гетры без штанов, плащ из тканной травы, медвежью шапку и подобие полушубка. Возможно, это был пастух, судя по анализам изотопов, говорящим о его детстве и передвижениях в течение взрослой жизни. Так же как и с другими интересными находками, вокруг ледяного человека начали создаваться мифы и домыслы. Если у ученых это предположение, основанное на результатах исследований, то в фантазиях журналистов и простых людей свободы куда больше. Даже родился миф о проклятии Эдсы, схожий с проклятием фараонов, связанный с мумией Тутанхамона. Но в этом случае притянуть за уши получилось не так много смертей. Всего восемь из сотен людей, которые в той или иной мере были связаны с Эдсы и до сих пор живы. Причём только три из смертей не были случайными. А это даже не является статистически значимым. С большим успехом можно говорить о проклятии картошки, если начать рассказывать, что люди перед гибелью при загадочных обстоятельствах в той или иной мере имели контакты с картошкой на протяжении жизни. Помимо мифов были и судебные споры, но о них расскажу в конце статьи. Как говорится, не переключайтесь, это будет очень интересно. В новой работе учёные анализировали следующие инструменты. Кинжал, два наконечника стрел, концевой скребок, бур, ретушёр из оленьего рога и деревянной рукояткой, и наконечник стрелы, застрявший в плече, что скорее всего и добило и без того измученного человека. Медный топор, который был найден при нём, в новом исследовании участия не принимал. Анализ каменных изделий предлагает обширную сеть обеспечения и циркуляции на южном склоне Альп, которая не была ограничена местным материалом. Он поставлялся из разных добывающих и производственных центров. В те времена производство каменных орудий труда было специализированной деятельностью, особенно для заготовок кинжалов, лезвий и наконечников стрел. Потому как необходимо значительное время для развития навыков, чтобы стать специализированным кремниевым камнетёсом и получить высокую степень мастерства. Один мастер мог легко обслуживать одну или даже несколько деревень. По этой причине можно предположить, что Эци не сам делал лезвия и заготовки, из которых изготовлены его инструменты. Тем более, что при нём не было необходимых рабочих инструментов. Также на это указывает и тот факт, что бур и концевой скребок были изготовлены из разных материалов. А два наконечника для стрел из колчана вообще, судя по анализу, могли быть сделаны разными людьми. Единственным полуфабрикатом в вещах ледяного человека была мелкая чешуйка, похожая на отходы от наконечников стрел и кинжалов. Эци мог подобрать её в мастерской. Большинство инструментов ледяного человека характерны для тех, которые используются в различных культурных группах Северной Италии. А концевой скребок и нож напоминают характерные лезвия инструментов харгенской культуры из восточной части Швейцарии. Хотя если принять все эти факты, и Эци не сам делал свои инструменты, он имел достаточно навыков для работы с каменными инструментами. При нём был инструмент для ретуши из рога и следы ретуширования на пяти инструментах. Возможно, Эци ухаживал за своим имуществом в процессе эксплуатации, потому как присутствуют следы износа, использования и ретуши. Скребки использовались для резки растений, камыша и мягкой древесины. Нож и наконечники в этих целях не использовались, так как к ним бережно относились. Ведь стрельба из лука имела важное значение, а стало быть и отношение к ним было особенным. Ножи могли вообще иметь символическое значение, и носили их на видном месте, в ножнах на поясе. Найлучшим способом хранить инструменты было бы ношение их в поясной сумке, как скорее всего и было, кроме ножа. В свой последний поход ледяной человек взял довольно ограниченный набор инструментов или часть была потеряна в связи с событиями в горах. А различные виды сырья говорят о том, что инструмент он получил в разное время, а заметный износ говорит о том, что ими пользовались довольно продолжительное время. Кинжал со сломанным кончиком, изношенные лезвия, бур переделанный из старого ножа, всего два наконечника для стрел, неоднократно ретушированных, и одна маленькая кремниевая чешуйка вместо горстки. Говорит о том, что Эци не имел доступа ни к обнажениям пригодного сырья, ни к мастерским. Также не было найдено огнево для разведения огня. Возможно, для этих целей использовался скребок и гриб, который был в поясной сумке, эти данные совместно с анализом останков пыльцы в пищеварительном тракте рассказывают о двух последних днях жизни и маршруте представителя меднокаменного века. Примерно за 33 часа до смерти он находился в альпийской местности на высоте 2500 метров над уровнем моря и был ранен в руку. Характер раны может указывать на самозащиту. Потом он спустился на уровень около 1200 метров на южном склоне хребта, где он провел некоторое время, а за 4-5 часов до смерти он снова поднялся на высоту около 3000 метров, где и погиб в начале лета от стрелы, настигшей его сзади. Ранние исследования уже выдвигали теории об участии Эци в межгрупповых конфликтах, но идти на разборки с незавершенным кисовым луком и малым количеством стрел и инструментов довольно нелогично. Возможно, эти события застали его одного или группу людей врасплох, и он не мог вернуться назад в свою деревню. А ранение указывает на то, что ретушь инструментов производилась ещё до этих событий. В целом, ещё до стрельбы лучника ему уже было нелегко. Также странно, что не рассматривается версия, что другие ценные вещи, которые, возможно, были при нём, мог забрать с собой противник, что может изменить общую картину. Несмотря на большой интерес к самой находке и аспектам жизни Эци, приключения его не закончились и после смерти. Сначала были трудности с определением, на чьей территории была сделана находка, австрийской или итальянской, из-за ледника, который осложнил определение границы по водоразделу между реками Инн и Адидже. Но этот вопрос разрешился быстрее последующих. Так, оказалось, что мумия в 92 метрах 56 сантиметрах на территории Италии. Следующий спор уже начался между первооткрывателями, супругами Саймон и правительством итальянской провинции. По итальянским законам гонорар нашедшего составляет 25% от стоимости находки. Однако правительство предложило цену на тот момент составляющую около 5300 долларов США. Саймона это не устроило и через суд он добился официального статуса первооткрывателя и запросил 300 тысяч долларов, а правительство подало апелляцию. Однако внушительная сумма вскружила голову и другим людям, которые начали претендовать на открытие, заявляя, что это они нашли, а Саймон только сфотографировал. Одна из соискательниц выплаты даже заявила, что плюнула на труп в надежде, что ее ДНК обнаружат. Но на минуточку, это шел уже четырнадцатый год с момента обнаружения. А изначально никто не думал, что этот труп – древняя мумия. Его вообще приняли за разбившегося альпиниста. Только судмедэксперты с археологом сделали выводы о древности. Как раз через 13 лет после находки Саймон погибает в горах, а судебные тяжбы продолжаются. Лишь спустя два года после смерти Саймона в 2006 году суд окончательно признал его первооткрывателем, как и то, что правительство должно оплатить судебные издержки. После этого супруга госпожа Саймон в два раза уменьшила сумму до 150 тысяч долларов, но правительство снова подало апелляцию, заявляя, что стоимость открытия музея тоже должна учитываться. И Саймон полагается только 50 тысяч. Или чуть позже, в 2008 году правительство и Саймон урегулировали спор, остановившись на выплате в 150 тысяч долларов и части дохода от туризма, связанного с ЭЦИ. Вот так в этой истории встретились трагические события более чем четырёхтысячелетней давности и современные жизненные реалии. А я на этом не прощаюсь, не забывайте оставлять комментарии и подписываться на канал.